Президент России Владимир Путин утвердил поправки в бюджет с бонусами для силовиков, госканалов и банков. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в бюджет. Этот документ 21 ноября утвердила Госдума, 25 ноября Совет Федерации. Власти в последний день года решили увеличить траты на дополнительное финансирование силовиков, госканалов, госбанков, сократив при этом расходы на гражданскую медицину, соцобеспечение и образование. Итак, согласно документу, в общей сложности расходы бюджета будут увеличены на 247,9 миллиардов, но считай на 248 миллиардов рублей. Две трети этой суммы, 162 миллиарда, Минфин потратит по статье «Национальная экономика». Крупнейшим получателем дополнительных средств станет госкорпорация ВБРФ. Банк получил в декабре 161 миллиард рублей в виде субсидии на погашение внешнего долга. 4,635 миллиардов рублей получит Россельхозбанк. 8,226 миллиардов рублей в виде имущественного взноса поступит на счета РЖД. 10,5 миллиардов рублей будет выделено Объединенной Двигателестроительной Корпорации. Второй раз с начала года дополнительные средства вкладываются в силовиков. Статья «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», которую уже увеличивали на 18,2 миллиарда рублей в июле, вырастет еще на 21,7 миллиарда рублей. То есть и того на 40 миллиардов рублей за год, вернее даже за полгода. То есть и того на 40 миллиардов рублей силовикам подняли бюджетные средства. Как государство, однако, ценит силовиков. А кого же еще? На кого им опираться? Больше не на кого. Только на мордобойных силовиков, которые будут избивать народ в случае чего. И защищать, конечно, права на собственность этих самых капиталистов, которые сидят наверху. Даже не капиталисты, а просто разбойники какие-то. Смешные, однако. Наивные, необразованные. Но, однако же, хозяева, которые держат весь наш многомиллионный народ в ежовых рукавицах. Итак, 12 миллиардов рублей достанется органам внутренних дел. Из них 9,5 миллиардов рублей пойдут на выплаты персоналу среди оперативных работников. 3,95 миллиарда, то есть почти 4 миллиарда рублей на выплаты управляющим МВД чиновникам. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, сугубо мой профессиональный взгляд, конечно, это называется подкупом чиновников со стороны высшей власти. Финансирование Росгвардии вырастет на 5,137 миллиардов рублей. То есть на 40% больше, чем было заложено в изначальный законопроект. Из этой суммы 2,2 миллиарда рублей направят на выплаты персоналу. 3,5 миллиарда рублей на закупки товаров, работ и услуг. Но разгон демонстрации – это тоже услуга. То есть за каждый разгон демонстрантов будут бонусы тем, кто разгоняет Росгвардейцам. Поэтому они будут стараться, друзья. 1 миллиард дополнительных ассигнований получат органы в СИН. На 18,8 миллиардов рублей увеличатся расходы на национальную оборону. Причем вся сумма будет направлена на обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработную плату гражданского персонала, а также выплату пособий и компенсаций. Расходы на образование решено сократить на 9,5 миллиардов рублей. Финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» на 10,8 миллиардов рублей. Сократить! Там же ничего не осталось. Они все сокращают и сокращают. Общие расходы на здравоохранение увеличат на 3,8 миллиардов рублей. Это по отношению-то к зарплате в 4 миллиарда только МВДшников, только одних начальников, одним начальником МВД на 4 миллиарда увеличили. Это не значит, что у них 4 миллиарда. Им увеличили плюс к получаемому. А здесь увеличат на здравоохранение. 3,8 миллиарда рублей. Да что же такая бедная у нас с вами страна? Ну просто какая-то падчерица, а не страна. Падчерица в какой-то самой бедной семье, похоже. Финансирование гражданской медицины по госпрограмме развития здравоохранения сократится тоже на 1,2 миллиарда рублей. И резко на 13,185 миллиардов рублей увеличится финансирование государственных средств массовой информации для оболванивания вашего. А вы думали, вы же должны спать, жители Багдада, поэтому вас нужно оболванивать. И для этого телевидению и другим СМИ нужно обязательно увеличить денег побольше в их карманы. Летом субсидию на 4 миллиарда рублей из бюджета получил Первый канал. В декабре настала очередь ВГТРК, для которой в поправке заложили аналогичную сумму. Субсидии на 1,5 миллиарда рублей получит телеканал Russia Today в лице ТВ Новости. 337 миллионов рублей сверхзапланированных выделит МИА Россия сегодня. Вот такая у нас с вами ситуация с бюджетным финансированием. А народ должен умыться горючими слезами. Народу, как всегда, ничего не достанется и не досталось. Ну, на тон и народ, на нем же стоит вся власть. А вы думали, каково стоять власти на ваших спинах? Ну вот, за это они и выделяют себе денежки. А вы уже постойте, согнувшись. А лучше уже лягте для того, чтобы вам легче было выносить их груз непомерный на своих плечах. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.